Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон, и я продолжаю проходить Homefront 2 The Revolution. Собственно говоря, имеются обновочки, дорогие друзья, у нас. М4А1 в наших руках. Можно даже из машин достать, допустим, топливо, но у меня уже места нету. И, собственно говоря, продолжается, продолжается у нас работа в желтой зоне. Вот это вот Errolstone. Сердца и умы выполнено, то есть мы добились нужного количества лояльности, скажем так, к нам местного населения. И, соответственно, сейчас для нас уже открыты различные объекты, типа закусочная, полицейского участка, склады горючего и так далее, и так далее. Но вот сейчас нас доктор Бернетт посылает на склад. Канашный склад. Попутно, кстати, можно захватить закусочную. Она буквально от нас по правую руку. Если получится туда добраться, что вряд ли, я возьму ее. Я переделал свой пистолет в пневматический пистолет. Я думаю, что для Столса он будет подходить куда лучше. Соответственно, в одну руку пистолет, в другую автомат. Да, вот видим, тут уже население проявляет себя более ответственно, скажем так. И всяческим образом помогает нам. Тихо-тихо, дядя. Давайте, кстати, проверим, как на дистанции ведет себя пистолет. Мне, блин, на дистанции попадать очень тяжело. Ну, давайте разогреемся. Опробуем винтовку нашу. Закусочный Уиллоус полно припасов, в которых так нуждаются жители Эрлстона. Если мы отобьем ее окна, сопротивление сможет заручиться поддержкой в этой зоне. Сейчас сделаем. Они там, конечно, тревогу объявили, но им это не поможет. Все-таки вот этот пневмат исключительно на малой дистанции. Когда прицел начинает трястись, стрелять неимоверно крупно. Целиться, вернее, даже. Все граждане, нежелающие попасть в водорез, должны немедленно разойтись по домам. Куда делся этот сукан? Я видел тут же маха. Я ведь в него и царился. В жопу КНА. Согласен. Так. Что игра мне предлагает сделать с этими ящиками? Учтожьте топливо. Давайте, бля, сделаем это. Тогда лучше нам это делать с почтенной высоты. Тихо, нет. Пистолет не подойдет. Вот автомат – это топ-тема. Готово. Запасы горючего есть. А теперь нужно, собственно, грузовик с боеприпасами. Закушения общественного порядка будут наказаны. Взять. Во. Вот. Угу. Во. Все. Зона наша. Причем достаточно большой кусок. Давайте сделаем это. Вместе сделаем. КНА хранила запасы продовольствия в закусочной Уиллоус. Готовы. Готовы. А теперь, когда ты ее захватил, мы сможем раздать эту еду жителям города. Спасибо тебе, братья. Угу. Угу. Ну, опять-таки, за задание нам пока ничего особо не платят. Давайте продадим всякий хлам на 355 долларов. Для Альфы это Тони. Новости? Только что разделались с Чучейским патрулем. Вперед. Вместе мы сможем. Отступили, когда прибыла их под Бога. Вперед. Вместе мы сможем. Ребята, будьте осторожны. Огрянись. Вы все храна в жопу. Если что, вызывайте поддержку. Ты волнуешься обо мне? За то, что я такой весь из себя. Волнуйся. Который ты мне должен. Уничтожил чучейцев в этом райончике. Все. Все. Валим, валим. Готово. Но теперь, собственно говоря, двигаем на задание. В принципе, нам не так-то и далеко двигаться. Не очень-то далеко. Однако же по самому району хочется походить. На самом деле. Не то, чтобы я горю желанием. Все вот это вот чистить. Все вот эти точки. И так далее. Все радиопередатчики. А, кстати говоря, тут уже был. Вон он наверху. Да. Да. Вот. Сигнал не остановить. Уже десять. Таких я сделал. Здесь передатчиков отключил так. Блин, без карты на самом деле тяжело. Короче говоря, нам в ту сторону. Будем двигаться. Тоже можно чуть посвободнее двигаться. Да. Поскольку сердца и умы выполнено. Соответственно, здесь уже... Здесь уже корейцев меньше. Либо вообще нету. Угу. Так, вон там где-то нычка сопротивления. Да. Тоже можно было бы взять. Ага. Тоже можно было бы взять. Ага. Ну ладно. Ну ладно. Давай так. Извините, ребят, за то, что резко. Просто хочется как-то побольше проявлять активность. Да. Так, там прессуют какого-то миротворца. Ё-моё. Становится веселее. Да, блин. Становится веселее от вот этих вот козлов. Есть. Сердца и умы. Две бронемашины уже уничтожены. Найс. Хорошо. Вот, правильно, бьем машины. Пока все не взорвалось, надо успеть обыскаться. Угу. Все, короче, будем двигаться на задание. А то так можно угорать довольно долго. О, ребятки. Давайте на вас опробую. Угу. Угу. Пистолет. Угу. Слушайте, а он неплох. На самом деле, вот реально на малой дистанции он проявляет себя качественно. Все. О, черт. Зашибись. Могу я тут об машинку залезть? Да, могу. А вот, собственно, и радиоприемник. Все, переставили и побежали. Вообще, на самом деле, не очень привычно, что... Основное оружие, то есть, грубо говоря, автомат, находится в первом слоте, а пистолет во втором. Всегда в моей вселенной это было наоборот. Сначала идет что-то поменьше, потом что-то побольше. Ну да ладно. Тут уже свободно. Хату мы захватили. Соответственно... Камер тут... Давайте! Тихо-тихо-тихо. Это Бернет. Вот этот склад. Кажется, на дверях электронные замки. Но твои друзья и сопротивление могут их сломать. Тихо-тихо-тихо. Я слышал, что у ННД в этом районе есть мастерская. Предлагаю тебе обратиться к ним за помощью. Я загружаю ее координаты в твой телефон. Не двигайся, руки за голову. Спокойно, спокойно. Пока что мы сюда не идем. Я понял вас. Надо сначала сделать себе устройство взлома. Вернемся немножко назад. Слава богу, хоть палево не поднялось. Тук-тук-тук-тук. Дома кто есть? Привет, привет, привет. Ты здесь неплохо поработал. Еще бы. Слышала, ты здорово справляешься. Какая ты стильная. Затни-ка тебе вот это. Это средство для взлома. С их помощью мы можем на время выводить из строя системы КНА. Мы установили здесь для испытания эти ворота КНА. Не спрашивай, где мы их взяли. Видишь провода, ведущие к терминалу? Просто брось устройство в терминал, и ворота откроются. Это еще не все. У дронов и турелей есть одна слабость. Ты можешь взломать их, они взбесятся и начнут атаковать КНА. Учти это только до перезагрузки системы. А затем они снова заработают. Возьми пару устройств и попробуй. Да, это коза. Электронные замки, камеры и все такое. Тебе пригодятся. Просто кинь устройство в пульт. Это действительно вот такое вот устройство взлома. Ну прикольно. Просто кинь устройство в пульт. Бывалый партизан. Ты проник на объект с усиленной охраной. Ну, в теории, естественно. Если они кончатся, сделаешь еще. А что-то надо, чтобы делать. Батареи, химические реагенты, топливо, запалы. Хе. Ну, неплохо. Неплохо. Неплохо, в принципе-то. А, батареи, топливо. А здесь, здесь все надо. Угу. Короче говоря, различный набор комбинаций. Запалов, топлива, химических реагентов и батарей. Но неплохо, неплохо. Мне это нравится. Прикольно, что в игре даже такой элемент выживания присутствует. Очередной дневничок. Который, естественно, я просто прокручу, чтобы вы прочитали, если вам это интересно. Суннам. Я хочу вернуться домой. Очевидно, это какой-то корейский солдат. Оставил эту запись. Ну, естественно, компы, медные проволоки, регулятор напряжения. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пока что выходить сюда не хочу. Тут аптечка лежит халявная. С чего бы то вдруг мне выходить? Патроны есть. Так, смс какая-то там опять пришла. От кого? От Бернетта. Нужны любые припасы, которые сможешь достать. Все, что ты находишь и приносишь мне, поможет спасти жизни. Я понял вас. Ну и смс-кат Париша по поводу того, что я захватил закусочную виллу. И он всячески меня похвалил. Так, ну что, возвращаемся к нашей работе, к нашему заданию. Эй, это безумие. Это не безумие. Это Спарта. Но я не буду тебя убивать. Это нам делать не... Ё-моё. Так, а вот где же... Блин, вон он жмых. Вон кто меня палил. Его было бы круто выключить. Что, чучки истки, ублюдки, пялитесь на нас через камеры. Сейчас будет вам шоу. Вот как бы нам его так выключить аккуратненько. На землю, живо. Издалека я не смогу его убить, при всем желании. Опять-таки, можно попробовать как-нибудь это все сделать через крышу. Либо попробовать зайти с другого угла. Возможно... А, нет, здесь, блин, глобальная стена. Здесь мы уже никак не пройдем. Ёлы-палкин, ну давайте будем что-то пробовать. По идее, где терминал сам? Ворота, ворота. Кстати, жмых, по-моему, ушел. А, вон он терминал. Вот и провода. Остреваемые террористы будут немедленно арестованы. У любого героя. Высокий срок наказывать. Какой хороший пистолет. И подкачивать не надо. Как в метро 2033. В жопу чучьей. Ух ты, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Никакого палева. Откуда он меня заметил? Видимо, он там оттуда, да? Опять-таки, хочешь сам бы тихо их всех кокнуть? А, вот что меня, наверное, обнаруживает. Но с другой стороны жмыхи тоже там стоят. Ну, блядь, да. Ладно. Тогда повеселимся. Жалко про эту турельку. Я как-то... Не подумал. Но с другой стороны, что я зря покупал лэмпу? Враги-то все равно рано или поздно кончатся. Вот это сучье говно. Проблемы нам создает. Все, собираем доллары, собираем кэш, собираем патроны. Конечно, весьма футуристично и стильно выглядят корейские солдаты. Не могу это не отметить. Очень круто. Откуда ты тут взялась? Туловище. Не, блин. Ваншот, ванкил. Жалко, нельзя тюнинговать это дерьмо. Пистолет этот. Хотя, лоцемушку можно повесить. Прицелы жалко нельзя повесить. Вот это обидно. Вот это действительно обидно. Ну да ладно. Так. Внимание к нам. Видимо, еще не все. По мятежникам будет открыт огонь. Немедленно разойтитесь. Ну, теперь-то я могу открыть. Да, вот теперь могу. Налетный объект уменьшался успехом. Ну, фактически. Это как вышки в Far Cry. Вот прям реально. Вышки, аванпосты и все такое. Брэдди, это Нед. Я позабочусь о том, чтобы припасы доставили Бернету. Мы должны позаботиться о раненых, но нам нельзя терять время. Ты заставил Эрстон подняться с коленей. И мы должны этим воспользоваться и захватить полицейский участок. Заключенный, наша единственная ниточка к Уокеру. Ты доказал, что способен на многое, Брэдди. Угу. Сейчас мы все сделаем. А, блин, это здесь где-то внутри. Трансляторы. Так, наша задача какая? Проникнуть территорию полицейского участка. Собственно говоря, давайте не будем отходить от кассы и сразу же начнем. У нас есть вполне конкретные задания. Вот как только нас будут заставлять повышать лояльность в районе, Соответственно, я буду это делать. То есть, вырубать ретрансляторы, радиоприемники захватывать, перенастраивать их. А пока что меня этим не заставляют заниматься. Я этого делать и не буду. Будем сразу идти на задание. Так. Усаем. И выходим. Хотел поблагодарить тебя за эти дополнительные припасы. Поддерживайте действия. Подстрекайте. От башни управления Верлстоне Осуществляется контроль за всеми дронами чучьей в этой зоне. Если мы захватим башню, мы значительно снизим эффективность. Как же мне повезло. Только что. Пипец просто как повезло. Так. Просто проверил, есть ли у меня, как бы, вот эти самые с дистанционными зарядами. Можно было бы просто вот этого козла вырубить? Ну да ладно. Проникнуть на территорию полицейского участка. Здрасте. Извините, что я так бесцеремонно ворвался. Ворвался. Ух ты, вот этот жмых, вот этот жмых интересный. Этот пух, дядька. Очевидно, не просто так он тут стоит. Он изорвется, я надеюсь? Это, видимо, аналог вот этих самых пулеметчиков тяжелых. Вау. Это Голиаф. Стоять. Мама дорогая. Кто мне сказал? Мужики, у вас Голиаф есть. Жеванный крот. Вот это оружие. Вот это топ тема. С такими пухами они должны нас разваливать только так. А они что-то еще... Сомневаются. Вот так. Голиаф это вообще, это машина смерти. В первом холм-фронте это было что-то невероятное. И управление Голиафом, в принципе, и как боевая единица, и как член отряда, в принципе, даже. Брат, зря ты туда встал. Прямо скажем. Блин, интересно, здоровенного жмыха можно как-то убрать тихо? Меня этот вопрос прям заинтересовал. Нет, его нельзя убрать, как я планирую. Можно его затыкать ножом в таком случае. Можно. Можно. Это можно сделать. Идем соживем, Брэдди. Да, конечно, выглядело это по-идиотски, но зато мы выяснили, что все-таки... ...бронированным пацанам лучше не подходить близко. А держать их на дистанции. Хотя я думаю, что в дальнейшем мы выучим какой-нибудь приемчик. Или какое-нибудь интересное средство против них появится. Которое позволит нам непосредственно вырубать даже в ближнем бою пулеметчиков. Потому что, опять-таки, в том же самом Far Cry, который я уже вспоминал сегодня и вообще буду вспоминать, очевидно, неоднократно, Тоже не сразу можно главным героем вырубать тяжеловесов. У нас боеприпасы, но они у меня и так полные. Вон, например, жмых пошел. Братан, а ты куда? Братан. Курить будешь? Курить. Будешь еще? Держишь, закурили, мне не жалко. Мы соживем. Угу. С этого дядьки много чего падает вкусного, приятного, полезного. Попутно отключаем ретранслятор. Ну и к нам тут уже бежит ватага. Бери, иди, 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 иди! Заобщайте! А когда мы кончились? А-а-а! Где-то до Пьяньяна тут тоннель, что ли? Так, короче, пока новая толпа не заспаунивалась, я пойду на точку. И буду ее стараться выключать, потому что некоторые объекты можно уничтожить с помощью взрывчатки. Сделаем сейчас. Надеюсь, взрывов достаточно. Да, да-да-да-да-да-да-да. Хорошо. Так, комплю дахтер. Заходим. Все. И вот они, заключенные. И вот они, заключенные. Периш тебя там ждет. Надеюсь, он знает, что делать дальше. Это, кстати, хорошая мысль была от Неда. По поводу того, что корейцы знали, что мы придем. Вполне вероятно, что кто-то сливает информацию корейцам. Кто-то, может быть, стучит действительно на нас. Не знаю, я бы подозревал всех. Ну, кроме Париша, наверное. Дана, какая-то вот сомнительная чувиха. Реально прям сильно сомнительная. Плюс, по-моему, у нее азиатские корни есть, судя по ее внешности. Ну, да ладно. Слушайте, у нас тут куча всяких аберейдов открылся. Удивительно, сколько у меня, да? Неудивительно. По количеству моих очков технологий можно все это дело у нас сделать. Блин, вот очень хочу вот эти вот машинки с дистанционным управлением купить. Прям очень хочу. Давайте купим. Устройство взлома. Подрыв осуществляется с помощью смартфона. Каким образом мне, собственно говоря, прикрепить? Что я буду взламывать? Это я, типа, могу взломать любую технику, в принципе? То есть, даже вот этих вот дронов, которые по улицам катаются. Прикольно. Прикольно. Ну, ладно. Потом еще посмотрим. Потом еще посмотрим. Так. Прицельщики, ЛЦУ. Снайперский прицел. Передняя рукоятка, кстати. За 750 бачей можно точность улучшить. Давайте возьмем. Во. Можно было бы дульный тормоз. Мы как раз таки под, скажем так, уравняем шансы. Вот. Попадать и при этом наносить высокий урон. То есть, точность у нас снижается. Но я же его подбустил передней рукояткой. Можно было бы это сделать. Но я бы лучше вкидывал что-нибудь в прокачку. 2250 долларов. Нужно, чтобы прокачать штурмовую винтовку. Ну, короче говоря, деньги надо будет подкапливать. Не просто растрачивать их на всякое. А реально копить. Продадим всякий хлам на 210. Ну, в принципе, меня меня то, что есть, устроит. Тут какая-то серверная прям-таки. Так. Взрывчатка. Это у нас взрывчатка. И на П как раз таки. Ну, или на G. Можно выбирать. Вот она, машиночка. Обычная, как граната. И со смартфоном. Блин, прикольно. Прикольно. Да, жалко, бедолаг. Но я бы на месте, на самом деле, наших руководителей начал бы сращивать некоторые моменты. Ведь корейцы действительно могли заранее подготовиться. В жопу чучьей! В жопу чучьей. Так, 170 метров бежать нам. Кстати, по-моему, что-то... Что-то с игрой происходит нехорошее. Во-первых, смс-ки давайте прочитаем от Бернетта 2. Бойцы канала тоже люди, Брэдди. Такие же мужчины и женщины, как и мы. Не считая их безликими чудовищами. Они выполняют приказы, как и ты, Бернетт. Ну, хорошая мысль, конечно. Но, тем не менее, почему у меня компас указывает не туда, куда надо идти на самом деле? Короче говоря, в туннель. А-а-а, я понял. Видимо, мне указывают на туннель. Да? А через туннель мы выйдем как раз-таки на базе... Вот сюда. В метрополитене. На центральную базу. Тогда действительно идем вперед. Вот сюда. Вход в туннель в Эрлстоне. И выйдем уже на базу. Я думаю, что там будет какой-то сюжетный момент. Важный. Иначе почему бы меня ждал Пэриш? Я думаю, что действительно так. Не, вообще, на самом деле, игруха прикольная. Вот если так, как бы, немножко обсудить игру. Я думаю, вы тоже отметили это. Если смотрели мои видео по ней. Предыдущие. И эта игра, на самом деле, веселая. Ей просто не хватает... Ну, я не знаю. Какой-то проработки... Вот я даже не знаю, как описать. Мне, например, не очень нравится стрельба. И вообще, в принципе, мувмент. То есть он какой-то... Какой-то пластмассовый. Какой-то ненастоящий. Вот не знаю, как это описать. Мне это не нравится. Хват оружия. Фов не очень удобный. Как-то вот эти бы моменты поправить. Плюс днем картинка довольно блеклая. Вот ночью она сочная. А днем какая-то невыразительная совсем. Вот если бы эти моменты поправить, это реально был бы такой очень городской фар край. Реально. То есть захватывает районы. Всячески выполняет сайт-квесты, которые тут есть. Можно, кстати, будет их поделать. Какие-то срочные задания есть, которые вот только сейчас отмечаются на карте. Это фили Альфа! Нам здесь срочно нужна помощь! Вот, собственно говоря, срочно задание тут же нам накинули. Где? О, ребятки, да тут далековато. Убейте снайперов. Хотя было бы неплохо, на самом деле, сделать это. Тем более, что... Подождите, это красная зона Элм-3. Да. Блин, ну, очевидно, мы ее будем захватывать таким же образом. То есть подчинять себе все. Блин, еще мне обратно бежать, что ли? Блин. Ну, ладно, давай попробуем. У меня задание все еще отмечается? Или уже пропало? Уже пропало. Ладно. Ладно. Жалко. Будем тогда особо на этом заостряться. Стоп, 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 откуда стрельба? Это что такое было? Видимо, наверху. Нас, как всегда, подпасывают. Ну, ладно. Я очень надеюсь, что я вышел в правильном направлении, потому что... зачастую... Нет, все-таки в красную зону Элм-3. Да, е-мое, в этих долбанных подземельях заблудиться как дважды два. Вот, кстати, еще один из моментов, которые могут немножко расстроить. Опять-таки, не всегда понятен маршрут, как идти. Вроде бы все такое достаточно одноуровневое, но тем не менее вертикальный геймплей присутствует. Нужно попривыкнуть к тому, что можно взять, где можно запрыгнуть и так далее. Чучья я вроде не вижу. Хотя вот там где-то ходят. Ходят, бродят. Тут же стреляли. Так, подождите, я отсюда опять вышел. Нам вот сюда. Наконец-то я нашел этот путь. Заходим в метро. Угу, охотно верю. Отлично. Летящие пули портят всю перспективу. Так, заставанька. Мы должны бы уже узнать, где он. Хоть что-то. А вдруг его убьют? Как мы начнем революцию без Уокера? Знаешь, людям нужен герой, за которым они пойдут. Тут мы бессильны. Мы можем лишь дальше сражаться. Эй, Брэдди, друг. Заходи, заходи. Ты фантастически справляешься. Такими темпами ты скоро сядешь на мое место. Приятно, что хоть кто-то знает, что делает. Смешно. Эй, кто вызвал скорую? В чем дело, док? Что вас привело сюда, доктор? Кто-то сказал, что мы нашли пластырь? Слушай, Кроуфорд сообщил, в КНА знают про Арсенал. Скоро атака. Что ты сказал? Потеряем его, потеряем все. Все оружие, снаряжение. У тебя есть время отвезти людей. Но не без оружия. Оно нужно для восстания. Мы не можем воевать ложками. Нет, нет, нужно все вывезти. Найти, куда все спрятать. Нужно опередить их, ударить раньше, чем они. Да. На эвакуацию все равно нужно время. Остановим их. Устроим им засаду. Ну, хотя бы взрывчатки у нас полно. Хватит, чтобы чучхейцы долетели до Пхеньяна. Любишь фейерверки, Итан? Это что, смешно? Шутишь об убийстве, словно это пустяки? Эй, Дор, в прошлый раз я победил в дебатах с помощью винтовки. Куда мы спрячем пушки? Ах, в безопасное место. Лучше в несколько. Так что... Эй, док. Нужны твои клиники. Ты псих? Прекрасно. Когда революция начнется, оно будет там, где нужно. Нет. А если его найдут? Они всех казнят. Мои люди под ударом. Решение не идеальное, док, но мы на войне. Я четыре года просил, занимал, крал, чтобы клиники открылись. Да это даже не клиники. Но других нет. Только они есть. Мы будем осторожны. Простей выбора нет. Да чёрт с тобой. Тюрьму. Его люди. Супер. Ладно. Доберись до арсенала и устрой засаду. Мы с Даной соберём всех, кого сможем, и придём туда же. Только не веселись без нас, Итан. Слушай, тебе нужно задержать их до нашего прихода. Нам нужно это оружие, пойми меня. Не подведи. Конечно, не подведу. Нам пора. Сделай всё, что могу. Вау, какие элитные бойцы. Это Фили Альфа. Всем бойцам. Нед в виде. Немедленно к арсеналу. Давай, ты нам нужен. Нам всем нужно бежать к Неду. Если арсенал захватит, у нас будут проблемы. Побежали, побежали, побежали. Вау. Вау. Возьми гранатомёт, ощути разницу. Я уже ощущаю. Вот это мощь. Так. Ну, понятное дело. Для них, для всех, дверь открыта. Для меня она тоже открыта, но пройти не могу. Надо меньше кушать. А то в двери нынче не прохожу. Так, собственно говоря, сюжетно-ориентированное задание у нас. Да, с постановкой, с новым оружием даже. А я уж было бы думал, почему нам гранатомёт не дают? А кажется, нам дадут его по скрипту, по сюжету. Вау. Пересобирает, короче говоря, робота. Чуть хистая. Так. Одну секунду. Видимо, едем через разлом. Вот сюда. Где, собственно, наши уже идут. Просто эту стену... Я подумал, что она непроходимое препятствие. Можно проехать. Угу. Нед, нам с ними не справиться. Нужно отступать. Мы еще грузим оружие на грузовики. Ты должен придумать, как их задержать. Твою мать. Хорошо, Нед, но не тормозите. Фредди. Пиздец, как нужна помощь. Мы должны удерживать чучки и покатывать грузи на руси. Я знаю. Я знаю. Я уже рядышком. Укрытие, дерьмо. Ухожу. Давайте. Суки. На нахер. Говнюк. Бойцов наших стелят. Надо рассредоточиться. Первые грузовики уехали. Вы молодцы. Так держать. Нужно дать время на нем. Сколько еще нам держаться? Так, пока есть время. Извините, у тебя глаза. У меня позицию. Ну тут реально дохера. Очень, конечно, трожу по позиции. Я занял. Прям возле заборчика поджимаю их. Парни, вы сделали все, что смогли. Отходите ко мне. Будем обороняться здесь. Ой, бля. Ах, а ну-ка. Тут надо реально текать. Все, уходим, уходим, уходим. Давай. Угу. Будем держаться. Будем. Надо удержать их, пока машины не загрузят. Рассредоточьтесь. Каждый берет свой сектор. Они прорвались. Назад. Защищай машину. Назад, супер. Хорошо. Прости, они нас заблокировали. Тебе не пробиться. Надо, что у тебя. Нам их никак не обойти. Бережа, бля, нас не отстает. Придется отступать. Блядь. Черт возьмите. Ладно, мы вывезем оружие или сдохнем пытаемся. Ловите, сука. А вот и очередной грузовид. Мы вывезли большую часть тяжелого оружия. Держите. На нахер. Полите их. Где, блядь, подмога? Где, блядь, Перим? Господи, какие истерики. Держись, держись, боец. Возьмите себя в руки. Еще чуть-чуть, и мы закончим. Нэп, нам не продержаться. Прижмите! Соберя, спаса! У тебя! Все, я побежал! Граната, блин! Тихо. Сука, боеприпасы. Боеприпасы вышли. Все. Держусь, 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 держусь. Делаем, 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 делаем. Как ты, дичь, молотого. Давай, Нэп, скорей! Посмотри, какая мразь пришла. Бегите машинам! Бегите машинам! Закончили! Пошли, пошли! Хилимся, живем. Хилимся, живем и уходим. Все молодцы. Вот и все. А теперь давайте убираться отсюда. Пошли, пошли, пошли! Слава, лейцам, уходим! Там корейцев реально было дохренища. Голиан! Назад, назад! Вот это да. Яхо-мухо, Неда убили. Вот еще Голиафа нам не хватало. Замочите Голиаф! И как там их остановить? Нас всех перебьют! Пули в Бомбе! Бойся! Нужны ракеты! Делаем, идущие! Яхо-мухо. Бомбы! 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 Боец, ну твою мать, уйди же ты! Блин, это еще и корейцы бы дохренивают. Слушайте, вот этот момент реально напряженный. Я уж думал, все так будет быстренько и... Не особо интересно, а оказывается, тут... Все очень даже хорошо. Ну, в том плане, что... Действительно интересный файт замечается. С Голиафом. Боеприпасы я нашел. Это здорово. Сейчас он тут будет ехать. И вот тут... Есть. Брэдди, глазам не верю! Ты расхиронишь Голиафа! Быстрее проверь, не поврежден ли он. Царь Давид получил достижение. Он готов! Уничтожен! Извлекаем мозг. У нас получилось! Отлично! Молодец, теперь уходи оттуда! Оторвись от хвоста и принеси мозг в метро! Все, текаем с городу. Текаем, 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 текаем. Вообще, на самом деле, достаточно любопытно, что вот в прошлой... Бей-беги! Дали ачивку. В прошлой игре было достижение. Брэддвин прилетел. Которое называлось «Сегодня не день Давида». Чучки набросились на нас, как? За то, чтобы сохранить Голиафа. Ладно, это уже неважно, и с венениями людей не вернешь. Не знаю, как без него. Постараемся, чтобы его смерть была не напрасной. Если доставишь мозг, это будет большая победа. Обязательно доставлю. Обязательно доставлю. Так, собственно говоря, давайте обыщем корицу. Ну да. Я, кстати, хотел проверить, тела физичные или нет. Ни хрена. Ни разу. Вообще. Ну, слушайте, ну неплохо. Неплохо, что раскидались с Голиафом. Это действительно круто. Но, тем не менее, тем не менее, обидно, что у меня нет коктейлей молотова. Не было до этого. Давайте еще даже парочку сделаем. Вот. Ну, петарды, в принципе, есть. РПГ 40 миллиметров. Гранаты. Это прикольно. Ну да ладно, блин. Ачивок нарубили, конечно. Все хорошо. Голиаф мощный. Он, кстати, визуально побольше стал, чем был. Опять-таки, в первом хом-фронте. Там Голиаф был на нашей стороне. Но и один вражеский Голиаф был. То есть там, помните, кто видел мое прохождение, там нужно было на улице. Постоянно вылазят корейцы с гранатометом и пытаются Голиаф подбить. Нужно было сохранить в целости наш Голиаф. Соответственно, получали мы ачивку «Сегодня не день Давида», которая так и называлась. Что является отсылкой, соответственно, к битве Давида и Голиафа. Надеюсь, я в достаточной степени пояснил все, что хотел. Такс, давайте будем двигаться к метро. Надеюсь, мужик с автоматом не сильно привлечет внимание корейских солдат, которые нас увидят. Но если что, у меня есть железный аргумент. Бьют в голову и все. Очень не хватает прицела вот этому пневматическому пистолету. Очень не хватает. Круто, что тут всегда есть мотоцикл. Вот это реально, реально классно. Так, заходим внутрь. Жалко, конечно, что Неда убили. Очень жалко. А вообще, блин, конечно, помимо того, что жалко Неда, еще очень не хватает игре, ну, какой-то не то, что проработки. Даже постановки, скорее, не хватает. Вот эта битва за арсенал могла бы быть подольше. То есть, чтобы нам нужно было готовиться. Всячески, там, допустим, расставлять мины на подступах заранее, да? Где-то там, допустим, бегать за турель, пострелять из пулемета. Где-то нужно было отвлечься и побегать, пострелять из своего оружия. Где-то, возможно, поперетаскивать, помогать раненым. А так у нас просто две перестрелки и катсценка. Ну да ладно. Нед был хорошим человеком и настоящим лидером. Он погиб, сражаясь за нас. И без этого все выглядело довольно неплохо. Ты вернулся. Не все смогли. Нед и его люди погибли. Я гляжу в будущее. И в этой зыбкой тьме я вижу созвездие света. Добрые дела, радость и любовь, которая исходит от нас, когда мы идем по жизни. Когда кто-то погибает, огни тускнеют. И будущее становится темней. Я хочу убежать от этого. Но слышу, как кто-то кричит от боли. И просто не могу. Я должен помочь. Я возвращаюсь к работе. Пытаюсь отдохнуть. Понимаю тебя. Сейчас тебя подлечим. Ладно, осмотрим тебя. Надеюсь, ты отдохнул, Брэдди. Если ты ищешь Перриша, он в командном пункте. Собственно, мне к нему и надо. Надо все вывести, Джек. Как нам лечить людей, если ракеты мешаются под ногами? Знаешь, док, у меня такое чувство, что тебя что-то бесит, но я не пойму, что именно. Не подкалывай, Джек. Я не в настроении. Слушай, мы добудем тебе еще припасы. Черт. Да я... Я рентген тебе достану. Мы добудем, поставим и запитаем от генератора. Не волнуйся. Скоро оружие из клиник попадет в руки народа. Жестокость лишь порождает жестокость. Это революция, док. Война. Мы защищаемся. Брэдди спроси. Он уделал Голиафа одной левой и смог достать мозг. Ты теперь герой, сынок? Данна, ты где была? Схватила пару раненых чучхей, допрашивала их. Да? Ну и как? Не говорю на корейском. Но я оставила сообщение, универсальное. Что это значит? Что ты сделала? Париж, включи телевизор. Тебе понравится. Ты в это веришь, черт? Ты в это веришь? Мы тут землю роем, пытаясь его найти. Они сами говорят нам, где он по ТВ. Дворец правосудия. Для меня он дворец независимости. Наконец-то нам есть чем заняться вместо просиживания задниц. Эй, мы спасем Уокера отсюда, а он раскочегарит революцию как сможет. Спасем его? Так просто? Это место буквально заковано в сталь. У тебя в стакане дырка, Бернет. Весь свой оптимизм на штаны пролил. Да, на док-про ходит трудно. Но знаешь, не всегда везет. Что нам нужно? Это старый добрый шок и трепет у суда. Мне нравится Уокер, но стоит ли рисковать из-за него? Док, ты не понимаешь, люди готовы восстать, но не осознали это. Я бы сказал им, но не могу, не нахожу слов. Уокер может. У него есть способы заставить людей понять, что страх не дает им действовать. Когда они поймут, ничто их не остановит. Эта революция станет бойней. Думаешь, есть мирный путь? Слушай, у нас есть мозг от Голиафа благодаря Бредди. Мы сопрем Голиаф, вставим мозг и им пробьем себе дорогу внутрь. Этот план я могу принять. Две тысячи долларов. За такое серьезное задание неудивительно, что такая высокая награда. А вообще, на самом деле, как по мне, ну, я не знаю, надеюсь, наши герои правы на тему того, что Господи, как же мне так занять положение, чтобы они меня не доставали. Короче говоря, даже я подумал в первую очередь про это, но наши главные герои не догадались. Это ведь может быть засада. Не просто же так они схватили Уокера, все про него знают, что он вот такой вот агитатор, идейный вдохновитель вот этих вот повстанцев, революционеров, которые против корейцев. Они наверняка, корейцы догадываются, что кто-то попытается освободить Уокера и поэтому и трындят везде. Вот, он во дворце независимости. Очевидно, они ждут нас в гости. Сто пудов. Это сто пудов засада. Альфа, слышите меня? Ну, хрен знает, короче. Что думаешь, Синяя? Если бы не оружие, мы бы не смогли защищать себя, а не нападать на нас. Вот так. Так что ты просто подумай об этом. Так, друзья мои, а что будет, если я качну сейчас штурмовую винтовку в себя до второго уровня или куплю, например, арбалет. Оружие настоящего убийцы. Экипировка. Светлячок, это филия Альфа, как слышите? Дополнительная скорость лечения. Скорость передвижения. Или покупаешь? Куртка с камуфляжем, под сумок с клапаном. Светлячок, это филия Альфа. Слышите меня? Снаряжение, обвесы. Светлячок, светлячок, это филия Альфа. Слышите меня? Блин, даже можно грант, две с половиной тысячи гранатомет вкачать. Блин, вот на самом деле вот это пневматический пистолет я бы вкачал. А еще лучше я бы купил себе арбалет. Ты же когда-нибудь уйдешь? Обязательно уйду. Арбалет, арбалет, арбалет. В лавке открывается бландербас и огнемет. Это прокачка из арбалета такая? Вау. Ни хрена себе. Блин, пневматика пневматика, но меня что-то прям прикалывает арбалет. Хочу. Ребятки, хочу. Модификация, позволяющая стрелять из арбалета летящей со скоростью картечью. Вау. Огнемет, но огнемет, понятное дело. Блин, ну арбалет это топ-тема на самом деле. А если так задуматься? Ёлки-палки. А можно было бы взять арбалет вместо гранатомета. Экипировка. По идее, всего у нас три. Да. Ячейки. Хочу арбалет сюда. Вот. Пистолет у нас неотъемный. И, наверное, вместо пистолета можно было взять что-нибудь другое. Но я имею в виду, что. Блин, вот плохо, что пистолет нельзя выкинуть. Фили Альфа, как слышите? Фили Альфа, светлячок, блин. Так, обвесы. Ты здесь слишком долго. Мне это не нравится. Вот даже я заметил то, что я здесь слишком долго, поэтому я поеду, пожалуй. Так, арбалет. Можно сразу ставить прицел. Найс. Я думаю, для стелс еще подойдет идеально. Светлячок. Светлячок, это фили Альфа. И нацвеллцу. Слушайте меня. Все. Найс. Преимущество пневматикой. Блин, ну я хочу из арбалета пострелять. Я думаю, что я его, конечно же, заменю на гранатомет в будущем, но мне это по кайфу. Ладно, покупим, покупим немножко денег еще, чтобы у нас потом была возможность выбрать что-нибудь для себя. Входим в красную зону. И очевидно, у нас сейчас будет новый район, который нам также нужно будет защищать, захватывать и так далее, и так далее. Ну давайте проверим. Давайте посмотрим на это. Блин, обидно, конечно, что нельзя выкинуть пистолет, ну то есть вообще его убрать. Либо больше ячеек должно быть, то есть четыре слота, допустим. Очевидно, что план говно. Господи, какая ты стильная. Какая-то рокерша отвязная. Ну, крутая моделька. Они просто расстреливают, да. Так, очередной арсенал оружейный. А ты Брэдди, золотой мальчик Пэрриша. Я Кроупал. Выполняйте заинец, сопротивляйся, чтобы заработали дополнительно деньги. Это не так просто. Идвин полетел. Даже для меня. Как видишь, я офицер-посредник, коллаборационист, предатель, то есть. Но я член сопротивления с первых дней его создания. У меня есть определенные права доступа, но я не могу просто взять и провести тебя через КПП. Нет, я придумал кое-что другое. Смотри. Монорельсовая дорога. Мы отправимся по ней прямо в Эшгейт. Конечно, это не так просто. Поезда сканируют, чтобы в них не ездили нежелательные пассажиры. Но я придумал, как обмануть их системой. Если ты сможешь поднести свой телефон достаточно близко к поезду, временно отключив его при помощи устройства для взлома, мы сможем проанализировать протокол взаимной идентификации и... Не хочу забивать тебе голову техническими подробностями. Добудь данные, а мы сделаем все остальное. Я не хочу, чтобы ты экспериментировал с веткой ведущей в Эшгейт. Вдруг они усилили охрану. Поэтому займемся веткой в Фирхилл. Я буду координировать программистов из сопротивления. Скажи, когда будешь на месте. Угу. 1200 долларов. Вау. Слушайте, ну... Прямо сопротивлением не скупится на... Действуй, пожалуйста, по плану. Зарплату. Доверитесь до железной дороги ведущей Фирхилл. One moment. Мы сейчас где находимся? В каком районе? Ага. Вот где мы находимся. И опять-таки через все, через все, через все нужно нам пройти. Да уж. Да уж. Торговый центр Холлоуэя. Может захватить? Ёлки-палки. Очевидно, нам и в этом районе нужно будет делать то же самое, что я сделал вот здесь, в Эрлстоне. Наверняка. Наверняка. Ладно. Твоя цель монорельс Фирхилл. Отключи поезд на этой ветке. Раз уж нам дали подъемные, скажем так. Я все-таки прокачаю немножко оружия. Какое-нибудь. Мы должны загрузить троян в системы сканирования. Я вот не знаю, что прокачивать арбалет или пневматику. Монорельсового поезда. Я бы на самом деле прокачал арбалет. А лучше штурмовую винтовку. Эта штурмовая винтовка и так прекрасна. Если так задуматься. Ммм. Не знаю. Даже не знаю. Но арбалет очевидно для стелса. Но нам нужны протоколы давайте арбалет прокачаем. Улучшить. поезда. Вот этим ты и займешься, по идее. Все. Пойдет. Так. Экипировка. Давайте, кстати, что-нибудь прикупим из экипировки. Рюкзак увеличен. Я уже купил. Легкие ботинки. Рюкзак. Сумка для трофеев. Твоя цель Монорельс Фирхилл. Блин, мне нравится. Куртка с камуфляжем. Неси к нему телефон. Все просто. Как и двойной подсумок. Вот двойной подсумок хочу. Найс. Действуй, пожалуйста, по плану. Здесь меня ничего не интересует. Расходники тоже мне не нужны. И еще один день. Так. Дорогие друзья. Действуй, пожалуйста, по плану. Мы сегодня не умрем. Здесь я могу. Здесь только выход вниз. Так. А где же у вас Дуверь? Дорогие товарищи. Троян системы сканирования. Но нам нужны протоколы взаимодействия Монорельсового поезда. Блин. Арбалет, конечно, жесточайший. Я думаю, с ним реально можно будет разваливать всех и вся. А вон уже и корейцы ходят. Ну лучше оружие убрать. Твоя цель Монорельс в Пирхилл. Отключи поезд на этой ветке, а затем поднеси к нему телефон. Все просто. Сделаем. Будем потихонечку выдвигаться. Очевидно, за сегодняшнюю серию я ничего из этого сделать не успею. Однако же будем пытаться. Будем двигаться потихонечку. Вот тут бойцы наши. В принципе, Брэйди бегает довольно быстро. Удивительно, что разработчики не сделали никакого ограничения на спринт. Опа. Опа. А вот это топ-тема, дорогие друзья. Мотоцикл это мне нравится. И на самом деле, давайте вот действительно на этом моменте я сделаю... как этот болт летит. Хотя, я думаю, там банальное стекло. есть. Есть. Караболету надо просто приноровиться, я так считаю. Ну, гляньте, ну все, попривык. И все нормально. А вот этого козла на вышке, конечно, снять будет большой проблемой. Слишком он в удачной позиции сидит, я его даже не вижу. Арбалетные болты берем, аптечки, естественно, тоже. И, собственно, давайте, друзья мои, пока меня не прижали, чучки, я все-таки закончу сегодняшнюю серию и продолжим мы уже в следующей. Друзья мои, спасибо вам большущее за просмотр. С вами был Антон. Не забывайте подписываться на канал, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь также на Бусти, там это видео выходит раньше, уже вышло, еще до того, как на канале появилось. Удачи вам, друзья мои, не болейте, берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok